Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Эвелина Волкова, депутат Городской думы, член Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации и Лилия Кривцова, также депутат Городской думы и член Президиума Всероссийской женской организации «Надежда России». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, как мы все знаем, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Если можно, несколько слов об истории этого праздника. Начало этой традиции было положено в 1949 году решением Международной Демократической Федерации Женщин. И уже в следующем, 1950 году, этот день защиты детей отмечала 51 страна. Но еще несколько слов хотелось бы сказать, с какой целью был учрежден этот день. Не просто привлечь внимание общественности, а мобилизовать усилия общественности на том, чтобы защитить права детей. В первую очередь это право на жизнь, право на образование, право на лечение. В то время советские люди только со страниц газет знали о тех социальных язвах, которые существуют в капиталистических странах. И как мы все знаем, в СССР дети всегда считались привилегированным классом. Для них строили школы, стадионы, детские лагеря отдыха, дома творчества. Но с тех пор, к сожалению, очень многое за эти 26 лет изменилось. Многое было закрыто, разрушено. И сегодня в категорию социально незащищенных граждан попали и самые маленькие граждане нашей страны. За это время как вообще изменилось восприятие этого праздника общества, с вашей точки зрения? Если в советское время, в течение многих десятилетий День защиты детей в первую очередь ассоциировался с первым летним днем, с началом летних каникул, ну и вообще с детскими рисунками на асфальтах, то сегодня это еще раз способ напомнить всем взрослым, что права детей нужно восстанавливать и защищать. Потому что то, что происходит сегодня, не может не вызывать тревоги. Закрываются сельские школы, закрываются родильные дома. А еще уцелевшие дома творчества и клубы, они в условиях хронического недофинансирования вынуждены, ну как сегодня принято говорить, переходить на путь коммерциализации. В результате доступности их падает, а на детях это отражается самым негативным образом. Ну поэтому нечему удивляться, что они потом идут в подворотни или записываются в сообщество самоубийц. Вот мне хотелось бы несколько цифр в связи с этим сказать, касающихся нашей Рязанской области. Так, с 2010 года из 540 школ, которые у нас в области были, осталось 272. Ну вы спросите, а что новые школы не строят? Конечно строят, но на каждую построенную приходится до сотни закрытых. А что это означает в жизни? Нет школы, умирает село. Поэтому не стоит удивляться и тому, что вопреки пропаганде у нас импортозамещение, оно так и не стало реальностью. Вот еще несколько цифр тоже хотелось бы сказать. У нас в области более 2800 населенных пунктов. Ну как сказать населенных пунктов? Они значатся на бумаге. Потому что, в общем-то, более чем в полутора тысячах из них, а это, хочу подчеркнуть, больше половины от всех, которые значатся, проживает менее 10 человек, ну а в каких-то вообще не зарегистрировано ни одного. И, к сожалению, вот с момента начала массового закрытия школы, эта печальная статистика, она только усиливалась. В 9 районах области закрыты родильные дома. Закрыто более половины сельских, фельдшеров, акушерских пунктов. То есть из 880 их осталось около 400. Поэтому тоже не стоит удивляться тому, что за прошлый год численность населения в нашей области уменьшилась на 4,5 тысячи. В связи с этим, вот именно вашей партии на сегодняшний день что делается для поддержки детства и материнства? Ну мы считаем, что это действительно вопрос, который требует широкого рассмотрения, да, общественности, рассмотрения всех органов власти. Потому что, как вот Велина Николаевна сказала, мы начали с 49-го года организовали, вот как бы утвердили, что этот день должен быть международный день, из 50-го года отмечаем, да. И в этот день мы стараемся, чтобы все силы общественности обратили внимание на проблемы защиты материнства и детства. В Рязанской области более 3,5 детей-сирот. Это уже говорит о том, что действительно вопросов очень много, которые надо поднимать и надо решать. И я вот представляю Всероссийский женский союз «Надежда России», которая при активной поддержке и с участием Рязанского областного отделения коммунистической партии работает. Мы в этот день всегда посещаем школы-интернаты. Мы привозим им сладкие подарки, спортный инвентарь, книги. И привлекаем общественность, чтобы и общественность тоже чувствовала, что этим детям нужна помощь, им нужно помогать. Они собирают тоже с нами и передают нам эти подарки. И очень приятно, что наши пионеры пишут письма, письма пожелания, какая-то переписка, сотрудничество образуется. И порой вот доброе слово, мудрое слово, вот такое письмо, оно больше даже значит для ребенка, чем подарок. Это вселяет в него надежду, надежду на его светлое будущее. И это благо, это хорошо. Наша организация совместно с коммунистической партией в тесном сотрудничестве борется в защиту материнства детства, счастливого детства. Поэтому мы считаем, что проблема детских пособий у нас сейчас есть. И те родители, которые не получили очереди в детский сад, а до двух лет у нас еще очередь сохраняется в Рязанской области, то им необходимо получать какой-то размер пособия, который способен, чтобы ребенок достаточно питался, чтобы можно было купить ему одежду, чтобы содержать его на достойном уровне. Поэтому этот размер хотя бы должен вырасти до минимального размера пособия. У нас много вопросов. Вопросы тоже касаемые по воспитанию. И мы считаем, что средства массовой информации должны больше обращать внимание на детские передачи. На передачи, которые несут воспитательный характер. Передачи, которые показывают счастливые семьи, как воспитывают счастливых детей, что молодая семья должна складываться не просто так, вот они пришли, поженились, у них все получается. Нет, много вопросов. И эти вопросы надо освещать. Освещать с психологической точки зрения. И поэтому передачи должны показывать и детям-сиротам, что у них, возможно, счастливое будущее. И нужно показывать опыт, когда из детского дома взяли ребенка, и он стал действительно выдающимся человеком. Вот как передачи и фильмов о Ломоносове, когда дети, мы видели эти фильмы, из обыкновенных семей, в основном дети-солдат, становились выдающимися людьми, которыми вся Россия до сих пор гордится. И отрадно, что 19 мая вся страна отмечала 95 лет со дня образования детской пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Пионерия – это уникальная организация. Со своей республикой пионерской, дворцами мы знаем, что дворцы творчества были, пионерские лагеря, и сейчас Артек существует. И председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Дюганов предложил президенту расширить это движение. И президент Российской Федерации поддержал решение о создании детско-юношеских организаций во всех учебных заведениях нашей страны. Это вот два года назад уже произошло. И мы сейчас работаем с пионерием. Наша задача пионерия – это знать историю своей партии, гордиться историей, помогать ветеранам, уважать старших, и действительно вырасти, и быть патриотом своей страны. И, конечно, мне хочется сегодня пожелать всем, всем людям всех профессий, кто участвует в воспитании детей, мудрости, терпения и любви. К нам много обращений. Вот буквально сегодня тоже разговаривали во фракции депутатов, у нас был разговор, что вы сказали по проблемам. Проблем очень много. Проблем, где дети сегодня находятся, в каких спортивных площадках. Вот буквально вопрос стоит о постройке дворца, спортивного дворца на манеже юность. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, конечно, рассматривать, нужно в комплексе эти вопросы. Там же будет вопрос и о парковках. И непосредственно те жители, которые рядом, они приходили и возмущались, так как идет застройка, у них три этажа, им это тоже не нравится. Поэтому вопросов очень много. Мы, конечно, хотели бы, что дети наши выросли и патриотами, и сильными, и здоровыми были. И поэтому спортивные площадки, они нужны. Но как решать? Это вот город, администрация должна рассматривать, чтобы действительно было это благо, а не ущемляло интересы жителей. Евелина Николаевна, на законодательном уровне, вот именно в отношении детства и материнства на сегодняшний день, какая работа идет? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что у нас и партия наша, и депутаты всех уровней ставят свои задачи вернуть славные советские традиции все лучшее детям. С этой целью защищая права детей на жизнь, на лечение и на образование. Это в первую очередь. А также на полноценный и доступный отдых и досуг. Ну и, как вы сказали, обязательно обеспечивая защиту материнства и детства. Одно из важнейших направлений, как вы уже подчеркнули, это законодательная деятельность. В первую очередь, я хочу рассказать о законопроекте образования для всех, который был подготовлен и внесен в Государственную Думу нашей фракции. Внесен он как альтернатива действующему закону образования и его принципиальные положения. Это бесплатное для всех, включая высшее образование. Это повышение заработной платы учителям. Это повышение стипендий. Это необязательная сдача ЕГЭ. Это восстановление льгот для детей и сирот при поступлении в высшее учебное заведение. В этом же ряду и поправки в закон о здравоохранении, которое устанавливает прямой запрет на сокращение учреждений здравоохранения и сокращение персонала в них. И при этом одновременно дают зеленый свет воссозданию службы охраны матери и ребенка, доведению до нужного количества женских консультаций и родильных домов. Хочу назвать еще несколько законопроектов. Это требования о доведении до уровня прожиточного минимума ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Это льготы для многодетных семей, чтобы им предоставляли не просто бесплатный участок для строительства жилья, а участок, к которому подведены все коммуникации. Это программы расширения детского оздоровительного отдыха. Это необходимость укрепления материально-технической базы учреждений культуры, ну и многие другие. Но помимо законотворческой деятельности, нашим депутатам, нашим активистам нередко приходится напрямую вставать на защиту интересов детей и выступать против закрытия учреждений социальной сферы. Так только в 2016 году удалось отстоять от закрытия две школы. Это школа в селе Кущапино Катомского района, и это школа в селе Нижнемальцево Сасовского района. Наши товарищи активно поддержали родителей, которые требовали сохранить в их родном селе школу, чтобы детям не приходилось каждый день по бездорожью за десятки километров ездить или же жить в интернате при живых и любящих родителей. Не для кого, наверное, секрет, что и в городе Рязани у нас до сих пор не решен вопрос о предоставлении мест в дошкольных детских учреждениях, но я в первую очередь имею, конечно, в виду ясельные группы. И депутаты нашей фракции еще прошлого созыва обратились к администрации с требованием вернуть собственность города 25 зданий, бывших зданий детских садов, которые сейчас занимают магазины и офисы. А уже в этом, в 2017 году, по поручению жителей микрорайона Горощи наши депутаты работают над тем, чтобы не допустить сноса здания бывшего детского садика, передать его в собственность муниципалитета, ну и, соответственно, использовать по прямому назначению. А в завершение хочу сказать следующее. Дети должны быть счастливыми, а государство обязано обеспечить им качественное образование, крепкое физическое и духовное здоровье и уверенную дорогу во взрослую жизнь. Ну что ж, спасибо большое, что сегодня вы пришли к нам в студию. Мы надеемся, что в том числе и с помощью вашей партии ситуация в нашем городе и в стране будет с каждым годом только улучшаться, и дети будут расти у нас здоровыми и счастливыми. Мы тоже поздравляем всех с Международным Днем Защиты Детей, желаем вам всего самого наилучшего. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин